И мы приветствуем всех, кто с нами в онлайн режиме, кто в поездках, на работах или по каким-то причинам остается дома. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь. И тему, на которую хотел бы, чтобы мы сегодня все порассуждали, я назвал ее «Сироты». И первое местописание, которое хочется прочитать, это написано в Псалом 103, 24 стих. Написано так. «Как многочисленны дела Твои, Господи, все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих». Аминь. Слово Божие говорит, что все, что мы видим, люди, живущие сегодня на земле, когда мы созерцаем небо, землю, все, что вокруг нас движется, это Его. И мы знаем, что у Бога все прекрасно. Но ловили вы себя когда-нибудь на мысли, что иногда ты видишь нечто, что в принципе ты понимаешь, как будто бы Бог здесь не участвовал. Как будто вот это сотворил не Бог, как будто не он художник, не архитектор вот этого, но что-то другое, какое-то отклонение, какая-то аномалия. Хотя написано, что все, что мы видим, это произведение. И тогда, знаете, хочется понять, откуда берутся вещи, которые на самом деле мы видим и мы понимаем, что создатели и художник всего этого не Бог. И вот эта тема, о которой я хотел говорить, сироты, это достаточно явление такое, которое, если мы обращаем туда внимание, мы понимаем, что это что-то нездоровое. Потому что, когда мы думаем, кто такие сироты, откуда они берутся, и насколько много внимания Слово Божие уделяет этому вопросу, я вот сам для себя как бы отметил, я посмотрел, что, например, слово болезнь упоминается в Библии около 20 раз. Это то, что переживают многие люди в своей жизни. Слово потомство тоже чуть больше 20 раз, а слово сироты употребляется практически 50 раз. И я думаю, что же это за такой порог общества, на который Бог очень сильно обращает свое внимание, на которому уделяется такой, знаете, вот какой-то особый взгляд. И Псалом 67, 6 написано так. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. И знаете, написано о том, что вот на вот это вот состояние общества, на вот этот вот социальный как бы разрез, Бог уделяет особое внимание. И очень много об этом написано. Давайте мы попробуем в этом разобраться. Что же это за явление? Что же это за явление, которое мы видим в нашем обществе? И первое, что я хочу сказать, это статистика, Россия во всем мире занимает первое место по оставлению детей в больницах, в детских домах, в домах малюток. Первое место. Я думаю, что это часть нашей, знаете, какого-то часть нашего менталитета. И многие из нас, наверное, так или иначе сталкивались с этим. Потому что так много цифр, так много того, что на самом деле, может быть, этого нет в нашей семье. Но по-любому где-то мы видели. Или у соседей, или, может быть, у каких-то знакомых. И знаете, тогда, когда, исходя из этих данных, мы понимаем, а что же это за категория людей, и что с ними случается, когда они попадают в определенные обстоятельства жизни. Все, что я смог найти в интернете, и это пристоит только одними фактами, что люди, которые лишились семейных отношений по каким-то причинам, лишились папы, мамы, лишились какого-то общества семейного. Эти люди, пребывая в этих заведениях, чаще всего в нашей стране это заведения закрытого типа, на выходе мы имеем такой показатель, что 90% детей, которые прошли такую школу жизни, которые не имели опеки родительской, любви, заботы, ласки, уважения, объятий, тепла, на выходе статистика говорит о том, что 90% из этих детей никогда не смогут реализоваться в обществе правильно. 40% из них попадут в тюрьму, 40% будут употреблять алкоголь и наркотики, и 10% из них закончат жизнь самоубийством. И только 10% из этих детей смогут вырваться в общий поток. Когда хочется подумать о том, что же это за феномен, за порог, который врывается в жизни людей и приносит такие результаты. Знаете, когда мы сегодня думаем об этом, у меня у самого как-то был опыт, я около месяца прожил в доме малютки, и я видел эту систему. Я видел эту систему, когда если нету родителей, если нету отцовства, материнства, и любви, и ласки, и так далее, чего я сказал, этих семейных ценностей, то тогда кто берет на себя эту задачу? Государство. Есть какие-то люди. Я помню, я наблюдал, когда мы смотрели на маленьких детей там, и на 18 человек была одна воспитательница или нянечка. Я тогда спрашивал, а вот вы как? Она приходит на работу, возможно, у нее еще есть свои дети. Она говорит, я не могу им ничего дать, даже если я сильно этого хочу. Она говорит, моя задача заключается в том, чтобы хотя бы они не разбили себе головы. И есть такая поговорка, которая говорит, лучше самая плохая семья, чем хороший детский дом. И знаете, тогда возникает вопрос, еще раз, почему в обществе прогрессирует данная позиция? Почему, когда ребенок, он проходит некий путь до совершеннолетия, многие люди, врачи, они говорят о том, что люди, которые не имели в своей жизни отцовства, которые попали в сиротство, они чаще всего имеют умственную отсталость, они имеют какие-то аномалии в развитии, аэчи, физиологические, и самое главное, сформировался некий характер. Вы встречали детей, которые попадали в такие условия, и потом ему 10, 20, 30 лет, и ты видишь особый характер, и ты понимаешь, что этот человек неплохой, ты понимаешь, что этот человек, ну, он просто попал в эти условия. И знаете, вот это понятие сироты, это великая боль для всех нас. Это великая боль для всего человечества, когда мы понимаем, что, когда мы оставляем сегодня своих детей, когда мы сегодня не даем им определенной ласки, воспитания, и кто-то может подумать о том, да в моей семье этого не было, я не соприкасался с этим. Я, знаете, я хочу сказать, что это не обязательно люди, которые могут получить этот такой, скажем, статус. Подумайте, в наших семьях часто бывало такое, что при живых родителях, при маме, при папе, которые были заняты своими работами, своими задачами, ребенок, имея даже питание, отдельную комнату, какие-то дорогие игрушки или еще что-то, при всем при этом ощущал себя сиротой. И когда вырастал потом возраст совершеннолетия, он как бы знал своих родителей. Ну, у него было, знаете, какое-то надорванное состояние. Это был человек, который закрытый, который выносил свои тайны, свои какие-то характеры куда-то на улицу. Он пытался как-то жить по-другому. И это все сегодня то, о чем нам сегодня необходимо поговорить. Это сиротство. Но мы знаем, что за каждым физическим действием, за каждой ситуацией, которую мы видим, и можем говорить статистику, существует духовный мир. Мы понимаем, что мы можем видеть определенные айсберги. Мы можем говорить то, что происходит в нашем обществе. Но мы должны понимать, что за этим стоит духовная составляющая. И я, знаете, хотел бы, чтобы мы, как люди духовные, задались таким вопросом. А где корень этого сиротства? Откуда он взялся? Откуда он появился? Ведь на самом деле мы понимаем, что Бог сотворил все прекрасным. Кто первый из существующих личностей, давайте скажем так, активировал эту позицию? Я, знаете, я думал об этом, и Бог мне показал так, что первый, кто пришел в состояние сиротства, я сначала думал, что это есть Адам, который стал сиротой. Ну, знаете, я понял, что первый сиротой, это, знаете, кто был? Дьявол. Это личность духовная, которая, знаете, она изменила структуру божественного составляющего. Давайте прочитаем, как написано, это написано в Исаии, 14 глава, с 12 стиха. Там написано так. Как упал ты с неба, Деница, сын Зои, разбился о землю попиравшей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо высших звезд божих, вознесу престол мой и сяду на горе в сомни богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен был в ад, в глубины Таисподней. Знаете, что сделал этот падши ангел? Он убрал над собой, это было в его воле, он убрал над собой замысел Бога, он убрал некую власть, руководство, он подумал, что он такой же есть, он, знаете, убрал, говорит, я номер один. И в этот момент, наверное, даже что-то, может быть, он получил какое-то удовлетворение. Но знаете, первый, кто активировал синдром сироты, это был дьявол. И после того, когда он лишился отцовства от Бога, его управления, его задачи, он стал сиротой. И то, что мы видим, его конец, он говорит, ты хотел стать, как я, ты хотел убрать эту отцовскую заботу, может быть, тебе было мало места на небе, но этого отцовства его не стало. И первый, который получил этот синдром, это был дьявол. Вспомните, когда он пришел к человеку, вспомните, о чем он говорил с Адамом и Евой. Эта болезнь прогрессировала, в нем духовная болезнь. Помните, он разговаривал с Евой. У них все было хорошо, они были дети Бога. И тогда дьявол очень, знаете, как бы мягко говорит человеку, а истинно ли сказал Бог? Знаете, сиротство это боль. И ту боль, которую переживал сатана, он попытался это сделать в творении человека. Он говорит, а истинно вот твой отец, который сказал, плодитесь, размножайтесь, делайте здесь все, что хотите. Он, знаете, он поставил эту власть, эту опеку под вопрос. Он говорит, все ли так? А может ты сам человек? Может ты без отца? Может быть, ты без этого всевидящего ока? Может быть, ты без этой заботы? Ну подумай об этом. И знаете, и человек в своем выборе, он начал размышлять. А может я правда сам? А может быть у меня получится, и глаза мои откроются. Ну так-то я уже что-то сделал в своей жизни. Так-то у меня уже что-то получается. И как только Ева приступила эту границу, и как только человечество в ее лице, ее семьи, они взяли этот плод и решили, что они могут сами, без Бога, без этой власти, без вот этого Божьего постановления, знаете, в кого они превратились? В сирот. Они стали людьми, которые, знаете, начали испытывать определенные проблемы в своей жизни. И может быть, вот знаете, вот я думаю, может быть и солнце, и небо, солнце светило, и небо было голубое, и еще что-то происходит, дети рождались, но при всем при этом Адам и Ева в лице всего человечества возьмели это внутреннее сиротство. Они лишились Бога в своей жизни. Они лишились Его заботы. Они лишились того, что на самом деле Богом задумано быть отцом, быть властью, быть тем, который любит, наставляет, тот, который, если надо, и наказывает. Они лишились, и они попали в это состояние, как сироты, которые начали развиваться по определенной системе. Если мы перелистываем Священное Писание, мы понимаем, что чем дальше мы смотрим в эти обстоятельства, мы видим, вспомните Вавилонская башня. Это уже массовое сиротство. Когда Бог пришел и посмотрел на то, чем занимаются люди, они сказали, вспомните, что сказали люди, сделаем кирпичи, построим башню, сделаем себе имя, увидьте один и тот же почерк, который от начала, когда мы прочитали в Исаии, когда сатана то иступил этот замысел Божий. Он говорит, сяду и встану, как Всевышний. Потом Ева, потом эта семья. И знаете, это сиротство, оно как определенная болезнь, которая, знаете, какая-то инфекция, оно ворвалось в человечество. И люди, которые сегодня живут на планете, кто-то может сказать, ну знаете, я на себе особо этого не чувствую. Но Священное Писание говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. И знаете, это говорит о том, что внутри каждого человека, который приходит на землю, уже есть эти, ну как правильно их назвать, вот эта составляющая, когда человек, он должен в процессе жизни осознать и понять, что без Бога, без Отца, без тех правил, без этого, без этой опеки, он весьма одинок. И человек, который развивается без Господа, который не чтит Его законы, для которого непонятно, зачем почитать Отца и Мать, зачем не красть, зачем не блудить, этот человек, он знаете, он может выглядеть внешне очень успешно, этот человек может, знаете, одеть определенные одежды, он может заработать определенный статус, он может выглядеть достаточно респектабельно, но при всем при этом иметь великое одиночество в своем сердце. Потому что этот сирота, он знаете, он умеет хорошо маскироваться, потому что никто не хочет официально сказать, я сирота, я одинокий, я кинутый, я оставленный, я не испытываю тепла, заботы, но многие люди на земле, которые сегодня живут, в каких бы машинах они не ездили, или в каких бы домах они не жили, если люди не знают Бога, если они не знают создателя всего сущего, то это одиночество, оно подкрадывается. И человек, он никогда не удовлетворится чем? Он не удовлетворится каким-то высшим образованием, какой-то великой зарплатой, может быть, на какое-то время это и дает облегчение, но когда-то душа живая, она всегда понимает, что когда-то что-то было потеряно, и это необходимо найти. И знаете, рассуждая об этом, обо всем, хочется привести несколько примеров. Давайте. Божьего, помните, в Ветхом Завете есть такой Саул, он часто ассоциируется у нас с каким человеком? Ну, если мы всех разложим на позитивных и на негативных, наверное, он больше к чему относится? Ну, негативный такой герой, который что-то там сделал неправильно, как-то поступил, повел. Но если мы хорошо читаем Священное Писание, если мы его разбираем, если мы в него вникаем и смотрим на судьбы людей, о которых написано там, мы можем видеть некие картины. Давайте разберемся с портретом Саула. кто больше знает, кто больше там, не знаю, изучает, для кого больше нравятся эти богословские изыскания, слава Богу. Но тех, кто не знает, я немного расскажу. В Израиле было такое время, кончается время судьи, и народ обращается к пророку, к Самуилу, и говорит, вот мы смотрим, во всех народах есть царь, и нам нужен царь, который бы руководил. То есть они говорят, нам бы не просто вот духовную власть, нам бы как бы не просто духовную опеку, нам бы не просто вот, ну как бы, вот богослужебное такое состояние, а он говорит, а можно нам вот светскую власть? И тогда происходит такое действие, когда, я не буду рассказывать все детали, Самуил, он находит этого парня, Саула, и знаете, если мы внимательно читаем его характеристики, это очень хороший человек. Потому что, когда Бог находит через пророка его, и говорит, тебе надо стать царем, то Саул, он никогда не искал какой-то власти, он никогда не искал какого-то авторитета, он не был человеком, который, знаете, вот всю жизнь был в погоне за этим. И когда, Самуил ему объясняет, что на тебе избрание, и когда наступает тот день, когда надо было избрать Саула официально, и собрался весь народ, вспомните, как повел себя Саул, он спрятался в телеге, ну ему было неудобно, потому что он простой человек, потому что он самый обычный человек, парень, и эти переживания, которые были, сейчас на меня оденут определенные погоны, сейчас мне дадут какой-то статус, сейчас меня поставят за какую-то кафедру, эти переживания, это говорит, что это был огромный человек, и он думал, может, как-то минует, но его находят, его приводят, кидают там, еще для пущей уверенности, там, постели, или как они там правильно назывались, и народ в массе видит, что это правда тот, которого избрал Господь, и Саул становится царем, и если мы смотрим на первую часть жизни Саула, мы должны признать, что этот человек, он на самом деле четко понимал свои границы, правила и обязанности, и он понимал, что он светский руководитель, рядом есть духовная власть, он с этим совсем в партнерстве работает, он начал одерживать определенные победы, он начал формировать в народе Божьем армию, он начал освобождать какие-то земли, которые были в плену, он знаете, он проявил себя как хороший руководитель, и о нем я недавно знаете, что прочитал, в первом царстве написано, он работал своими руками, когда хотели найти Саула, он пахал землю на своей земле, то есть этот человек, который был и в народе, и в авторитете, и в стратегии, и был духовен, через определенные духовные составляющие, но знаете, когда-то самый, наверное, вот такой яркий момент, о котором, наверное, мало говорится, однажды он пошел, однажды были боевые действия, он был на войне, и он объявил пост, помните такой момент, что все в посте, вся армия в посте, ну вот так он верил, и произошла какая-то проблема, и что-то случилось, что-то пошло не так, и он начал искать, в чем же духовная составляющая вот этого какого-то заминки, поражения, и тогда он сказал такую вещь, надо найти того, кто согрешил, видать, кто-то в народе не взял пост, и он говорит, надо выявить этого человека внутри себя, в своей среде, и наказать, и сказал такую фразу, даже там, если это мой сын сделал, вот надо предать его смерти, и когда начало разбирательство, начали какие-то обстоятельства, знаете, на самом деле выявили то, что это есть его сын, что помните Иоаннафан, он решил там палкой залезть в мед, где-то в лесу, и поел, представьте духовность Саула, он говорит, и сына моего надо, то есть он был, знаете, как какой послушный, он делал, он скромный был, как Давид, который там, какой я царь, он в жертву мог принести своего сына, как Авраам, вот такие параллели, то есть это был человек способный, богобоязненный, он был готов на такие решения, он был готов на такую задачу, он, знаете, он получал руководство с неба, потому что Бог всегда был над ним, и Самуил ему всегда говорил, пока ты будешь иметь Бога в разуме своем, пока ты будешь чтить его, пока ты будешь слушать его, пока ты будешь в этом состоянии, у тебя будет победа, успех, и ты всего будешь достигать, но знаете, когда-то в жизнь Саула приходит другой этап жизни, и он уже имеет опыт, он имеет определенный опыт, и однажды он, все мы знаем, не дожидается Самуила, и Сам приносит определенные жертвоприношения, и знаете, тогда Самуил ему говорит, Сау, зачем ты это сделал, у тебя опыт пришел, да, ты уже это делал десятки раз, ты уже это понимаешь, ты уже в авторитете, но ты же знаешь, что духовная власть, она на мне, и был второй, третий раз, и знаете, в этот момент, когда был самый последний раз, то Самуил ему говорит, Господь отнимает у тебя власть, ты сегодня лишаешься того, что было на тебе, и в этот момент, вот именно к этому, к чему я подводил, вот этот вот успешный, молодой, красивый, богобоязненный человек, царь, который принес много побед и много плода, он знаете, в кого превращается, в него заходит эта инфекция, которая из ада, которая через, которая во всем человечестве, знаете, он становится духовным сиротой, он больше не слышит Бога, он подходит к Самуилу и говорит, ну можно я еще царем останусь, пусть я там не буду там, знаете, слышать, видеть, знать постановлений, и при всем при этом, Саул, он становится духовным сиротой, и если мы посмотрим то, что начало происходить с этим человеком, который убрал из своей жизни авторитет Бога, его законы, его правила, который почувствовал я сам, но при всем при этом, пришел в самое большое упадничество, вы знаете, как выражалось его сиротство, и для этого надо прочитать достаточно много текста, это целых 20 стихов, это первое царство, и этот момент, когда, если кто-то с нами перейдет онлайн, добро пожаловать, это первое царство, и в жизни Саула появился Давид, и Давид начал одерживать определенные, помните, какие-то победы, и однажды, когда была определенная победа, и люди, которые встречали их с победой, они пели. Субтитры которая является нет, jd одну подосьмую, дв하�owski над Hertz,